Туман и тишина. Так мистически иностранных журналистов встретила самая таинственная точка Воронежа, место посадки НЛО. 30 лет назад именно здесь почти полсотни человек увидели гостей с другой планеты. Случаев такого открытого приземления, говорят уфологи, еще никогда не было. Между тем, на юге Испании в то же время наблюдали что-то похожее. Очень интересно, что примерно в то же время, когда НЛО приземлилась в Воронеже, на юге Испании, в городе Кадис, произошло то же самое. Многие говорят, что это могло быть не случайно. События произошли незадолго до того, как пала Берлинская стена. Поэтому сейчас мы вспоминаем об этом, потому что это могло стать отвлечением внимания от этой проблемы. Цикл передач «Отрус Мундус» рассказывает об аномальных явнениях НЛО по всему миру. Знаменитый испанский писатель и журналист Хавьер Сиера говорит с очевидцами таких событий, воссоздавая их и показывая, как эти истории влияли на культуру, религию и даже политику. Выпуска «Воронежа» откроет новый сезон. Одним из его героев станет Алексей Панин, очевидец событий в парке Южный. По его словам, в том, что в 1989 году он видел пришельцев, сомнений нет. Впрочем, помнит происходящее, признается уже не так отчетливо. Сестра отправила тогда еще школьника Алексея за варенье в магазин по соседству. Правда, вернулся мачек лишь спустя полтора часа. Прибежал, как урока, глаза на выкате. Там, там, что там, объяснить особо не могу. Потом кое-как от меня добились, что я увидел там инопланетян. Это уже спустя время, когда уже журналисты приехали. Но мы видели только силуэты, потому что тарелка яркая была, они перед тарелкой стояли. По словам ученицев, сначала они увидели просто бордовый шар, который довольно быстро исчез. Правда, уже через несколько минут появилась настоящая летающая тарелка. Люк открылся, и оттуда вышли два пришельца. Так, я, пожалуй, пойду. От инопланетян якобы даже остались следы. Летательный аппарат погнул тополь и оставил мятины на земле. Некоторые пришельцев успели рассмотреть. И по их рассказам, зеленые человечки лишь миф. Я смотрю, как очертанный человек, прям, ну, вот облик его. Вот он прям, знаете, как вот, ну, ну, как чертеж, знаете, карандашом. Вот такой же тонкий, только голова у него была большая. Большая. Уши какие были? Заметил, уши были у него, нет ушей? Уши вообще не было. Не было. И волос не было, вообще лысый просто. Лысый. Глаза, глаза, глаза были, нос. Глаза были. И вот нос у него, знаете, вот, как вот так расходится. Широкий. О посадке инопланетян в Воронеже тогда сообщили многие мировые СМИ. Вот так. Например, место посадки снимали японцы снежной зимой. Тема НЛО в конце 80-х была на пике. Эксперты всей планеты фиксировали случаи вмешательств и даже создавали специальные спецслужбы. В 78-м и 79-м году в Италии была феноменальная волна наблюдений НЛО. И по всей стране было зафиксировано сотни случаев. Только после этого итальянское правительство создало департамент Министерства обороны, который официально занимался регистрацией этих наблюдений. Таким образом, итальянское правительство признало существование инопланетной жизни. Впрочем, на месте приземления НЛО в Воронеже вещественных доказательств ученые так и не нашли. Исследования листвы и почвы аномалий не показали. Поэтому верить остается лишь воспоминанием очевидцев. Между тем, вместе с развитием новых технологий, эпоху уфологии и паранормальных явлений, похоже, все больше уходит в прошлое. Необычные явления теперь можно зафиксировать, как минимум, с помощью видеозаписи. Регина Фреснова, Юрий Вахтин, Вести Воронеж.